Как копить деньги, если доход небольшой? Сегодня среднемесячная зарплата по региону почти 67 тысяч. Но мы-то с вами знаем, что многие получают гораздо меньше. При этом все мы хотим иметь сбережения. На отпуск, на новый телефон или сапожки к зиме. Как правильно спланировать бюджетный месяц, если размер его всего 40 тысяч, обратимся к эксперту. Есть, ну, так сказать, расходы, от которых мы никогда не уйдем. Еда? Да, еда. Сколько? Без вкусняшек, без мороженок, без вкусных, так сказать, деликатесов. Вот просто... Стандартно. Да, просто стандартно. Поэтому как минимум 15 тысяч. Меньше может получиться, только если у нас есть подсобное хозяйство, хотя бы своя картошка, хотя бы своя капуста, кабачки. То, что уральская земля родит хорошо, и у нас как бы есть запас. Вот чем-то мы можем немножечко перебиться. Мы исходим из того, что у нас есть, да? То есть вот 5 – это коммуналка, и 10 – это если у нас есть аренда. Да, и остается, особенно, какие-то гроши. Ну, все, 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 что у нас остается – это 10 тысяч. Обойтись, так сказать, пляжными трусишками и сланцами весь год нам не получится. 4 тысячи есть? Да. Раз, два, три, четыре. Будем считать, что вот эти вот деньги мы уже… Накопили. Да, накопили за два месяца. Мы же продуманы. Да. Таким образом, у нас на поход в магазин будет 12 тысяч с тем, чтобы посмотреть самый простенький гардероб. Мы не смотрим на модно, не модно, красиво, не красиво. Мы смотрим добротно, тепло и позволяют не замерзнуть. Копить надо, но можно ограничиться, так сказать, половиной этого норматива, хотя бы, так сказать, вот 2 тысячи рублей, то есть хотя бы 5%. Будем реалистами, да? То есть вот у нас осталось 4 тысячи рублей. Фактически эти 4 тысячи, они так и так уйдут на то, чтобы позволить себе ну хоть раз сходить в кино, купить мороженки, ну хотя бы в самое такое демократичное кафе зайти, пиццы какой-то кусочек взять с чаем, просто с подругой посидеть поговорить. Как только появился доход, можно уже откладывать. Я не говорю, что обязательно сразу же надо заводить пенсионный вклад, да? Вот непосредственно пенсионный вклад уже, ну, есть смысл заводить лет в 35-40. Заведите это себе за правило с каждого, допустим, получки тысячи рублей на какой-то счет. Все. Чтобы потом в 40 лет был какой-то накопительный счет, надо было в 25 первую тысячу положить.